Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник. И сегодня мы будем распаковывать инфляцию. Да, друзья, последние несколько месяцев из каждого утюга нам говорят, инфляция превышает все немыслимые варианты. В Америке инфляция уже зашкаливает за то, где она когда-либо была последние 40 лет. В России она тоже, ну не историческая, конечно, но тем не менее близко к этому. В Америке это 7 процентов, в Европе это 5 процентов, в России официально это 9 процентов. Неофициально умолчим. И, естественно, мне в комментариях и в инстаграм и на youtube и так далее пишут, Наталья, а ну откуда она берется эта инфляция? Я решила сделать некий ролик, такой базовый рикбез на тему, а откуда же берется инфляция? Буду рассказывать очень просто, упрощенно, поэтому, дорогие друзья, здесь не будет никакой жесткой академичности. Если вы считаете себя провинутым человеком, просто не смотрите этот ролик, вам будет неинтересно. Ну что ж, откуда берется инфляция? Инфляция или, как это переводится, вздутие, это рост цен. Чем он может быть продиктован? Базово выделяют две инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Давайте вот на пальцах поговорим, что это инфляция спроса и предложения каждая собой представляет. Итак, инфляция спроса. Что это такое? Ну, на пальцах, грубо, это если спрос, ну то есть готовность купить превышает, собственно, производство того, что можно купить. Ну, представьте себе, представьте, рынок и раннее утро. Соответственно, все выставляют там огурцы, помидоры, капусту и так далее. И выставляют цены. Ну, плюс-минус там определенная маржа к этой себестоимости. И приходят люди и там, условно, привыкли видеть помидоры там по пять рублей, я утрирую, пять рублей. Ну, вот увидели пять рублей, взяли, купили. Все нормально. Потом, по той или иной причине, у людей возникает большее количество денег. И они, в принципе, готовы уже больше тратить. И, в принципе, они готовы за те же помидоры давать уже не пять, а шесть рублей или семь или восемь. Но продавцы понимают, что люди готовы покупать больше, людей начало приходить больше, благосостояние растет. Они понимают, что производят они по-прежнему столько же помидоров. Что же делать? Ну, грех не воспользоваться ситуацией. И они начинают повышать цены на помидоры. Уже не пять рублей, а шесть, семь, восемь, девять, десять. И, собственно, цена подтягивается, чтобы уравновесить спрос и предложение. И вот возникает инфляция. Инфляция спроса возникает почему? В общем-то, ничего в ней страшного-то не существует. Она возникает, если у людей растет, например, благосостояние. Потому что идет рост доходов населения. А это часто происходит, потому что, ну, условно, в бизнесе все хорошо. И людям начинают повышать заработную плату, платят бонусы и так далее. Это может быть из-за инвестиционных расходов. Это может быть из-за госрасходов. Ну, например, государство активно наводняет деньгами экономику, чтобы ее восстановить после, там, какого-то разгрома из последнего, вот, пандемии 2020 года. И начинаются вот эти вертолетные деньги налево-направо и так далее. Но эти деньги, они же должны куда-то прийти. И то, куда они направляются, они, собственно, там вызывают серьезный ажиотаж. И вот откуда во многом взялся сумасшедший рост на финансовом рынке. Многие инвестировали туда. И, собственно, откуда потом начала возникать инфляция. У людей стало, у бизнеса стало много денег, больше. И, соответственно, повысилась покупательная способность. А производство осталось на прежнем уровне. И в результате цены пошли вслед за спросом. В результате мы видим инфляцию. В инфляции, ну, скажем, 2-3-4 процента в год, нет ничего страшного. Но когда она разгоняется за мыслимые и немыслимые пределы, конечно, это уже довольно опасно. Если мы видим, что цены пошли вверх, а благосостояние людей не успевает уже за этим ростом цены, тогда уже начинается, собственно, вмешательство регулятора. Вот что такое инфляция спроса. А есть инфляция предложения. Что это такое? Инфляция предложения, это когда производить те или иные товары становятся все дороже с точки зрения затрат, себестоимости. И производство вынуждено повышать цены на свою продукцию. В результате цена растет. В результате этого, соответственно, покупают меньше. В результате получается необходимо еще больше повышать цены, потому что продажи падают, и это начинается виток стагфляции, когда идет стагнация, то есть замедление экономического роста, и одновременно растет инфляция. Инфляция предложений, или еще ее называют инфляция издержек, это, конечно, печаль. И решается это, ну, условно инвестициями в производство, а очень часто еще и дополнительными госрасходами, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. Довольно известный экономист Джон Мейнард Кейнс говорил о том, что как раз вот в подобных ситуациях невидимая рука рынка не может с этим справиться, и нужно воздействие регулятора. Как проявляется инфляция сейчас? Достаточно просто. Если, например, мы говорим про цены на автомобили, они пошли вверх. Почему? А потому что производить автомобили стало невозможно из-за дефицита полупроводников. Автомобили выпускается меньше, а у людей денежные средства есть. В результате получается, что спрос превышает предложение, и цены куда идут? Правильно вверх. Но если со временем дефицит чипов лишь, собственно, сойдет на нет, то тогда все те машины, которые стоят и ждут этих самых чипов, и, собственно, само производство автоматически наладится, и машин будет выпускаться больше, чем выпускается сейчас. Если при этом покупательная способность кардинально не изменится, цены на машины пойдут вниз по сравнению с тем, где они находятся сейчас. Поэтому инфляция это в среднем явление, если мы говорим про повышенную инфляцию, явление временное. Но если говорить про инфляцию, она существует обычно каждый год, потому что если экономика в нормальном состоянии, то расходы, собственно, начинают каждый год возрастать, потому что каждый год в идеале должно возрастать благосостояние населения. Бизнес каждый год возрастает, но и в результате это приводит к тому, что люди готовы в следующем году потратить чуть больше, чем в предыдущем. И небольшая инфляция это нормальное явление, но когда она выходит за пределы, конечно, с этим нужно что-то делать. И это либо денежно-кредитная политика, то есть, например, повышение ставки и изъятие ликвидности с рынка, либо это фискальная, то есть, налоговая политика, повышение налогов с соответствующими последствиями, либо и то-другое вместе взятое. Так государство в том или ином лице регулирует инфляцию в стране. Вот, друзья, что такое инфляция, если максимально просто. Боитесь ли вы инфляции и насколько вам такие ролики будут интересны, напишите мне в комментариях. А я напомню, что на моем канале стартовали закрытые стримы для патронов на патреоне. И каждый месяц, минимум два раза, я провожу закрытый стрим, где обсуждаю ключевые новости за последнюю неделю, ну или может быть даже больше, показываю, что я делаю по своему спекулятивному портфелю, объясняю, почему я это продаю, это покупаю и на что я буду смотреть и почему. И, конечно, отвечаю на ваши вопросы. Все детали в комментариях к этому ролику и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить закрытый стрим.